ВЫЧИСЛИТЬ МАНЯКА В ТОЛПЕ Именно поэтому комната для опознания под усиленной охраной. А это молодая актриса Мария Орлова. Зрители знают её по популярному киномьюзик. Марии предстоит нелёгкое испытание. Проходите. Вот мы вам предлагаем посмотреть на этих шестерых мужчин. И подумать, кто бы из них мог оказаться маньяком. Из них только один человек таковым является. Мы специально попросили встать настоящего маньяка в центр. Чтобы отвлечь внимание девушки, она действительно сходу ошибается, указывая на мужчину, у которого грозный вид, но чистая совесть. Скорее всего, это он. Я так предполагаю. Не знаю, мне кажется, что у него какой-то тяжёлый взгляд. И трудно представить просто, о чём он может думать. Эксперт уверена. Марию сбил с толку яркий цвет рубашки. Внешность никак она не может. Но никак не влияет деятельность мозга. Теперь актриса не торопится с выводами. Внимательно смотрит на оставшихся участников эксперимента. И даже задерживает взгляд на маньяке. У него есть такая складочка на лбу, что может вызывать некое сомнение. Но не прислушивается к своей собственной интуиции. И, руководствуясь одной логикой, выбирает сразу двух мужчин, которые, по её мнению, способны на сверстские убийства. Здесь у меня возникают сомнения, потому что, как говорится, в тихом омуте. Мария Орлова решает остановить эксперимент. Ведь актриса уверена, один из названных мужчин уж точно преступник. Но когда мы раскрываем карты, актриса не может справиться с шоком. Ведь она была так далека от истины. Да вы что? О, Господи! Полицейский со стажем Лариса Рычкалова. Наоборот, ничему не удивлена. Настоящий маньяк не выглядит грозно. Как правило, это тихий и даже интеллигентный человек. С одним таким подполковник имел от дела. Профессиональный психолог. Расчленил жену и не смог остановиться. 15 жертв. В момент членения он испытал наслаждение, не связанное ни с чем. То есть, оргазм ничто по сравнению с теми чувствами, которые он испытал в тот момент. Теперь буду ходить по улицам и вглядываться в лица людей. Молодая актриса выходит из отделения полиции в замешательстве. Теперь она будет опасаться скромных прохожих. Продолжение следует...